У многих белорусов жизнь депутатов напрямую ассоциируется с кабинетной работой. Формулировка отчасти верная. Большинство времени парламентарий проводят на местах, коллективах. Накануне старта очередной сессии народные избранники доехали до Бобруйска. На повестке дня образования. В частности, новая редакция кодекса. Место диалога выбрано не случайно. Город обладает хорошей инфраструктурой. Мы в декабре построили новый садик и уже заложили фундамент. В 2020 году будет строительство новой школы на 1020 мест с бассейном. И новая еще детская садика на 240 мест тоже с бассейном. Это благодаря посещению в апреле месяце нашего президента предприятия «Славянка». От слов к делу. В первом маршруте детский сад номер 84. Объект открыли в конце 2020-го. Аналогов ему нет во всем городе. Строителям понадобилось всего лишь 10 месяцев, чтобы возвести сооружение. Тебе садик нравится? Да. А что больше всего нравится? Я. Спать? Да. А что тебе в садике нравится? Дети новые. А воспитательница хорошая? Да. А кормят вкусно? Да. Домой хочется? Нет. Мне нравится площадка наша. И мне нравится, как гуляют. Чтобы понять всю уникальность объекта, необходимо лично все увидеть. Для этого гости и приехали. Экскурсию проводит заведующая. И это тот случай, когда можно хвастаться. Общая площадь более 2000 квадратных метров. Бассейн, комната безопасности, медицинские кабинеты, музыкальные, гимнастические и спортивные залы. В общем, есть все для развития детей. Воспитанников здесь на сегодняшний момент 240-211. Это детки из многодетных семей. У нас в нашем детском саду 139 многодетных семей. Это шикарный детский сад с элементами инклюзивного образования, что нас очень радует, потому что в 2016 году мы подписали концепцию инвалидов и взяли на себя эти обязательства. Белорусский профессиональный союз работников образования и науки тоже очень плотно работает с Министерством образования для того, чтобы улучшить социально-экономическую жизнь наших педагогов, воспитателей и наших преподавателей вузов. Следующей остановкой стала 34-я школа. Тоже гордость города, но уже не дошкольного, а среднего образования. Комфортабельные кабинеты, современное оборудование, профессиональный педагогический состав. Благодаря этим и многим другим аспектам учреждение считается одним из лучших, причем не только в Бобруйске. Например, некоторые из парламентариев лично решили проверить инвентарь, а заодно и свои силы. Классная штука. Расширить и целевую подготовку, закрепить понятие дистанционное обучение. Самая главная задача нормального государства – дать возможность любому, если у него есть желание, интеллект, реализовать себе по максимуму. Самое благородное неравенство – это неравенство по интеллектуальному уровню, потому что оно достигается в результате вашего самосовершенствования. Ну, в принципе, и физическое. То есть один мечтает кем-то стать и не становится, потому что не делает никаких пошаговых движений, а другой реализует эту мечту. Но чтобы реализовать мечту, необходимо, чтобы была вот такая база, необходимо, чтобы были возможности для этой самореализации, чтобы были те, кто тебя ведут по этой дороге. Это педагоги. Приятным дополнением к заседанию стало награждение педагогов и концерт творческих коллективов города. К слову, парламентарии анонсировали, что новую редакцию Кодекса об образовании примут 2 апреля. В первом чтении весенней сессии Национального собрания. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.